После объявления частичной мобилизации пермики стали чаще стрелять и проявлять интерес к оружию. Дневной расход патронов в некоторых пермских тирах вырос в три раза. Изменились и запросы посетителей. Люди идут и стреляют не как раньше, когда просто ради интереса приходили пострелять, снять какое-то напряжение. Ну а сегодня они идут и именно действительно стрелять на точность и в то же время для изучения материальной части оружия. Мы стреляем из оружия, которое как бы предусмотрено, разрешено в тире, естественно, но не автоматическим огнем, одиночным стреляем. Также карабины САЙГА у нас используются, ну и соответственно ряд пистолетов различной модификации. Тир работает пять дней в неделю, а расход боеприпасов на сегодня составляет больше 800 патронов за смену. Повышенный интерес и на курсы обращения с оружием, например, сборки и разборки автомата Калашникова. Частичная мобилизация коснулась и специализированных магазинов. Сейчас пермики массово скупают товары для охоты, рыбалки, туризма, а также страйкбольное и пейнтбольное снаряжение. По словам продавцов, товар, которого до мобилизации хватало на месяц, сейчас разбирают за 2-3 дня. К такому спросу многие оказались просто не готовы. Вот уже полторы недели у нас просто очень сильный бум, очень много народу приходит. Смели все, что вообще было. В основном это рюкзаки, это перчатки, это разгрузочные системы, термобелье. Постоянно спрашивают спальники, пенки. Один из посетителей магазина попросил не показывать его лица, однако пояснил, что после подписания контракта решил ни на кого не надеяться и все необходимое закупить сам. Повестка пришла по мобилизации, я от нее отказался, потому что обеспечение, как мне сказали, плохое в Яландской части. И поэтому решил подписать контракт. Разные товары смотрю. То есть ездим по городу, прицениваемся. То есть тактические рюкзаки, ботинки, тактические также форма. Все, все вообще, все, что пригодится на войне. Сбор теплых вещей, продуктов и медикаментов для мобилизованных пермяков сейчас проходит во многих муниципалитетах Пермского края. Собирают все – волонтерские организации, политические партии и просто неравнодушные жители. Между тем, в Краевом министерстве территориальной безопасности пояснили, что официально частичная мобилизация в регионе пока не завершена. Виктор Козеев, Сергей Антонович, телекомпания «Ветта».